Став апелляционной жалобой, то есть на количестве листов А4, был больше, чем мой приховор суда. Ты творишь просто невозможное, у меня листок меня трясет. Кир, да тебе еще полгода добавили. Знаете, вот это вот чувство, когда холодок проходит по всему телу, это у себя все. Она говорит, да ладно, я шучу тебе завтра домой. На самом деле, хоть и сейчас 228-ое первое хранение было, но тем не менее то, что повторяющиеся преступления, плюс рецидив преступлений, это, скажем так, лакомный кусочек для... Ты творишь просто невозможное, у меня листок меня трясет, меня еще держали. Ну вообще невозможное сделано, я отвечаю. И Дашке надо было с самого начала обращаться к вам. В институте в доме. От знакомого он тоже, как и я, был судим по молодости. У нас тут упускают ошибки, вот, и плюс, ну, все мы молодые, с гаджетами дружим, контент, интернет, выскакивала ваша работа, рассмотрение УДО, апелляционных жалоб, смотрел, как бы, и официально специалисты справлялись с этим, в принципе, достойные работы, увидел, да, и взял это на заметку, как рекомендации кому-то. С тех пор мы созвонились с вами, я вам объяснил алгоритм действий, как мы будем работать, что нужно сделать, что надо предпринять. Мне казалось, что вас все устроило, но в итоге вы пошли своим путем. Пошел своим путем, да, изначально адвокат был бесплатный, и друг семьи сказал то, что окажет непосредственно от себя помощь. От бесплатного адвоката, как таковой, пользы не последовало. Он написал апелляционную жалобу, а я ознакомился с ней. Апелляционная жалоба была проста, я ознакомился с ней, прочитав, понял, что бесплатный адвокат, это бесплатный адвокат, и как такового результат не будет. На стадии следствия также, да, не особо говоря? Да. Один раз я с ним увидел себя у следователя, и потом я ему звонил один-два раза, то есть от него никаких недействий, ничего не было. При этом я предлагал то, что если вы поможете, я готов отблагодарить, хоть вы и бесплатный. И когда он написал жалобу, я увидел и понял для себя, проанализировав написанное, что результата как такового это не даст, это будет просто потеря времени Через электронное письмо зоны телеком, уже находясь в следственном изоляторе, я супругу попросил, чтобы она связалась с Игорем Игоревичем, что он окажет помощь Он написал дополнение к апелляционной жалобе бесплатного адвоката, спустя время, ну, наверное, недели, две, три Мы с Кристиной Ивановной Агнесовой, да Мне приходит постановление, ну, естественно, состав апелляционной жалобы, то есть на количестве листов А4, был больше, чем мой приховор суда То есть так, чтобы понимали, просто апелляционная жалоба была больше Ознакомьтесь, прочитав, то есть сказали дальше моей супруге, как правильно надо двигаться, собрать какие документы необходимо В довесок, почему суд не учел, не 68-ю, не 64-ю То есть все документы с супругой были собраны И вчера произошло чудо И в итоге апелляционный суд применил 64-ю статью и 68-ю третью статью Кристина Ивановна убедилась в судебном заседании, она была одна в этот раз из моей поддержки и помощи Тем не менее, да, поэтому бесплатные адвокаты, от себя хочу добавить, это бесплатные адвокаты Да, дай бог им всем здоровья Но я вот в очередной раз я убедился, как не только в этой стези, а вообще в целом, то что бесплатный сыр только в мышеловке И лучше, когда тем более близкие люди в беде, что лучше отдать, как говорится, довериться квалифицированному специалисту своего дела Предварительно ознакомившись с портфолио адвоката, посмотреть, если у них побитые дела по похожим делам и так далее, правильно? Кирилл Александрович, когда мы взялись вообще за дело, вы верили в успех или тоже призывали? Была надежда вообще? Да, у меня было доверие, что что-то изменится Я больше рассчитывал то, что скинут месяц-два-три Хотя бы, да Хотя, в любом случае, ну, да Вы рассчитывали максимум на два-три месяца? На два-три месяца я рассчитывал, да Ну, учитывая те... Лишение свободы Лишение свободы, да То есть то, что был год и месяц срока То, что от этого скинут два-три месяца Это максимум, на что я рассчитывал Но, когда мне пришло представление о дополнении компенсационной жалобе Написано, Кристин Я имею тоже высшее образование, ознакомился, прочитав все это Естественно, уже, когда я увидел этот подход, меня это воодушевило, да Я уже не хотел, чтобы было два-три месяца Я уже хотел минимум ограничений свободы с браслетом Я поверил в это Я знал, что написано все было просто на пять с плюсом, да Вчера был уже вечер, когда суд удовлетворил апелляционную жалобу на приговор Суд у нас был в два часа Мы ждали, да, можно сказать, нас в четыре пригласили Все процессы, у нас было два сразу процесса Мы выиграли и ваше дело, кстати, и другое дело По замене наказания, Плавский суд удовлетворил ходатайство А прокурор обжаловал Вы вечером узнали об этом? Да, я позвонил супруге Я позвонил супруге, но супруга у меня немножко зла была на меня, да За то, что он преступление совершил, там, всю свою ответственность возложил на нее Я когда звоню, она немножко решила проявить юмор испуганным голосом Говорит мне вдруг, Кир, да тебе еще полгода добавили Знаете, вот это вот чувство, когда холодок проходит по всему телу Ты стоишь с телефоном, вроде бы услышать родных Это сейчас составляет огромную труда, да И то есть я все, она говорит, да ладно, я шучу тебе завтра домой И вот в соседней комнате парень, который разговаривал Мне кажется, он подумал, что там кого-то пытают просто Визги, крики радости Ну, второй раз я уже поверил полноценно То есть уже все, то есть я, ну, это чудо на самом деле произошло Как бы, ну, то есть из того, что мне могли на что изменить Это самый лакомный кусочек был оторван Да, это лучше, чем браслеток Это лучше, чем браслеток, лучше, чем принудительная работа Это лучше, чем даже условный срок Никуда не ходишь отменяться, отмечаться, да Ты выездной, в денежки только государскую зарплату И сколько процентов? Поступали, и все, 10, это минимально Минимум 10%, да, это минимальный размер, который суд мог назначить, вам назначили Это хороший результат Какой совет вы можете дать родственникам, либо оснужденным, которые хотят получить, так сказать, тоже условный срок, условно-досрочное освобождение, либо снижение срока налога? Наведи на себя камеру, вот мой совет, просто Запомните его в лицо, контакты его вы найдете в интернете И девушка, которая решает вопросы вместе с этим молодым человеком По правильным языком говорить, а профессионально существует защиту Решают вопросы, это, кстати, не к нам, а к другим адвокатам, которые не особо разбираются Не буду, не буду, не буду, не могу, да, конкретно вот УДО, и вот еще и сам лично сидел, ознакомливался с делами Ребята делают вещи А вы, вам за нас, вам за нас в Туле никто не рассказывал? У нас огромное количество в Тульском областном суде выигранных дел по УДО и по Абраму В Туле рассказывали, у меня товарищи, чтобы, врать не буду, чтобы лично вот кто-то обращался и делали, такого нет А рекомендации, советы, то есть такое, да, большое, да, то есть то, что реально вот конкретно апелляции УДО, больше вот уклон на все это, то есть то, что вы в этом, ребята, следили, и на личном опыте я в этом убедился Если честно, вам повезло, что вы живете в Туле, в Тульской области, потому что Тульский областный суд, один из судов, где действительно у нас за всю историю нашей компании, как и в московском городском суде, огромнейшее количество побед, как и в первом кассационном суде и в четвертом кассационном суде Хотя все говорят, что Тульские суды очень суровые Это не так, Тульский областной всегда был на страже Верховнестого права, да, это сто процентов У вас сурово принадлогу есть? У нас такие, можно сказать, прецедентные дела, у нас хоть не претенциальное право, но тем не менее, это замена, например, три года лишения свободы двумя годами исправительных работ Или замена два с половиной года лишения свободы двумя годами исправительных работ То есть человеку заменяют неотбуду часть наказания более мягким видом, оставляют не такую же часть, получается, снижается наказание и двумя годами справительных работ Но это уже когда вдоль замена наказания, это не ваша задача То есть даже такие случаи, это в Тульском областном суде у нас есть еще в других судах, но Тульский областный суд нас всегда рады В общем, что вы хотите сказать с Судем областного суда? Вообще суду? С этими ребятами лучше не спорить! С этими ребятами лучше! Ну, а есть, судья Тульского областного суда вынесла такое справедливое, действительно, решение по-настоящему? Есть чувство благодарности за такое исповедненное решение? Да, знаете, вчера у меня назначено заседание было на 2 часа дня, и вот в полвторого я лежу на тюремной кровати, называют ее Чушконка. Я помолился про себя Господу Богу, что Он, как никто другой, знает изнутри меня, какой я человек, сущность, все. То, что надеюсь на справедливость, на грамотный подход благорассудия судьи, то, что она сделает правильный выбор, то, что вот, я вас друзьями уже просто буду называть. Спасибо. То, что ребята мне помогут, они выложатся по полной, а она их услышит. Господи, помоги, и реально произошло чудо. Чувство благодарности есть к поискому благословому суду. Да, я считаю, что суд... Я считаю тоже прекрасное, справедливое решение, очень хорошее. Обещаю от себя максимально, что я не подведу. Судю мне, ребята, что работали за меня, потому что я оправдаю надежды. Да, потому что учли все документы, которые мы дополнительно приложили в апелляцию, судья. Большое огромное спасибо вам с Кристиной и Игорем, что супругу направили в нужное русло, подсказали, какие документы она дособирала. Кристина Ивановна. Она дособирала. Поставить рецидив преступления мой, хоть он 18-1, но это рецидив, а мы прекрасно все знаем. Мы же не сказали, что у вас рецидив преступлений, да. И причем это повтор. То есть та же статья идет, та же статья. Был первый прим сбыт, сейчас шло хранение. То есть это немаловажную роль, это тяжелая ситуация была. На самом деле, хоть и сейчас здесь 28-е первое хранение было, но тем не менее то, что повторяющиеся преступления, плюс рецидив преступлений, это, скажем так, лакомный кусочек для... Мы специально за принудительной работой даже не упоминали. Не в жалобе, а не в выступлении. Знаете почему? Почему? Ну потому что, как мы посчитали, огромные шансы на исправительную работу, либо вообще на штраф. А то, что суд не рассмотрел вопрос о замене вам наказания альтернативным видом принудительными работами, это специально умолчание об этом. На всякий случай поставить касацию, потому что нам нужен другой результат, который получился. Да, идеальный вариант вообще вот был бы принудительной работы, это тоже как бы за бабушкой, как вы правильно написали, то есть ей нужен уход, возить по больницам, мать, супруги, то есть оба родственника, да, инвалиды второй группы. То есть те же принудительные работы тебя куда-то отправили, дай бог, не каждая ПТР сейчас вот из рассказов отправляет на выходные домой. То есть чем это было на пользу? То, что ты сидишь, у тебя денежки в кармане, ты кушать сам себе готовишь, могут приехать... Обеспечиваешь семью, поддерживаешь, можно выходные... Да, есть принудительные работы, где тебе платят по 16 тысяч, из них вычитают за проживание, и остальные деньги ты трачешь себе на еду, и ты выходишь в ноль. Ну, единственное, что из дома ты не тянешь ничего. Есть, где платят, да, хорошие деньги, но опять же, ты изолирован от общества, по факту находишься. Мы сейчас 25-го числа, 26-го, мы едем в Нижегородскую область. Борский суд Нижегородской области будет рассматривать наше ходатайство. Мы до этого помогли заменить неотбутую часть наказания в виде строгого режима через обжалование отказа на принудительные работы. То есть это Нижегородский областной суд изначально отказ районного суда Нижегородской области отменил. Через пересмотр дали принудительные работы. Сейчас человек на принудительных работах, мы подали ходатайство в его УДО. И мы поедем брать интервью, что значит принудительные работы, как отбываются, он также напишет нам отзыв. Ну, мы считаем, дело мы это выиграем. Он отбыл наказание в ВК-9 Нижегородской области, это, кстати, колония для бывших сотрудников, а он не являлся бывшим сотрудником. Интересный человек попал в такую колонию, да. Ну что, спасибо еще раз за доверие. Спасибо вам большое, да. Спасибо жене, спасибо вам Игорь, спасибо вам Кристина, она едет за рулем, кстати. У меня еще сегодня бизнес-сервис, на моей машине приехали ребята, меня забрали. То есть это топ-опции, ребята, если что, пока. У вас жена была в больнице, вам некому было встретить, мы не могли вас оставить вот так. Спасибо большое за всю проделанную работу. Пять плюсов, но у Каминс вообще вы лучшие. Спасибо, Азадейли. Вот так вот, друзья, очередной, так сказать, человек получил справедливое судебное решение. А ну вот это, что тут у нас. Срочное освобождение написано, где вот это. Меру пресечения в виде заключения под стражу отменить. На этом наше путешествие заканчивается. У нас 25 числа Московский городской суд, апелляционная жалоба на приговор за контрабанду. 26 числа рассмотрения ходатайства об условном досрочном освобождении в Борском суде и так далее. Ну, в этом месяце, по-моему, наше путешествие закончилось, наша труда, да, Кристина Ивановна? На мае уже назначено много судов, опять 4-й кассационный суд, 1-й кассационный суд, 8-й кассационный суд, 9-го нету, нету, 7-й кассационный суд. В Верховный суд Луганска поедем ЛНР, также у нас там очень перспективное дело по замене Казани, мы уже доездили. Так, оставайтесь с нами, всем спасибо, кто с нами ставит лайки, это важно. Прямо сейчас поставьте лайк, если вам понравилось видео, поделитесь с кем-либо, возможно, мы благодаря вашему лайку поможем кому-то, это важно для алгоритмов, это важно для нас. Всем удачи в делах, пока.